It cannot keep himself alive from the universe by now, who can... Сейчас обратите внимание, друзья, на то, что осознаёт, на то, что уже есть прямо сейчас. Это не требует никаких когнитивных процессов, это не требует к себе какого-то мыслительного акта. Это прямое восприятие самого осознавания. Я вот сейчас прошу просто направить само внимание на то, откуда оно возникает, на свой собственный источник. Что это за чудо? То, что знает себя как само осознавание. Прямо сейчас оно вот есть, оно не потеряно. Это то самое искомое, которое многие в духовном пути пытаются найти через какие-то усилия отдельного «я». И любые усилия загораживают вот эту некую безусловность, вот эту простоту. Просто есть. Осознайте само осознавание. Давайте сейчас вот не будем с этими реверансами, сейчас попробуем сегодня прям локально смотреть именно на это. Внимание. Само себя внимающее. Обратите внимание, это акт без «я». Здесь нет никакого-либо опыта. Осознавание, самого осознавания. Слышание само себя может слышать. И здесь не задействован никакой прошлый опыт. Что это такое? Что это за чудо? Просто есть. Есть знающий себя как этот момент. Никакая религиозная теология, никакие какие-либо духовные линейные принципы к этому не имеют никакого отношения. Вы просто есть. Прямо сейчас. Это само безусилие. Это уже знает само себя. Вам не нужно думать, чтобы это знать. Феномен искомого то, что оно само себя не ищет. Оно дает возможность состояться забвению. Мотивировать поиск отдельного «я». И в этом поиске он сам себя объективизирует. Он убеждает в реальность себя, желая к этому прийти. А логизм духовного ищущего заключен в том, что он сам возникает из этого. Еще раз. Осознайте само осознавание. За счет чего этот процесс происходит? Это прямой опыт. Здесь не надо каких-либо духовных увещеваний для того, чтобы это переживать прямо сейчас. Сознание знает себя вне контекста какого-либо опыта. Это вот истинное мой. Истинное. Настоящее. Это то, что знает себя через все эти лица. Это одно. У него нет множества лиц. Оно знает себя уже. Из забвения возникает игра. Игра в отдельное «я». Но это не потеряно. Это всегда здесь и сейчас. Это источник. Это начало игры. Альфа и омега. Начало и конец. Вы есть вот это сознание сердца Бога. Я пытаюсь не оперировать такими словами о Боге, о любви, потому что здесь возникает сразу же некие блаженное состояние, потому что наша ментальность такова, она у нас холистическая. То есть мы интуитивно это воспринимаем, но не воспринимаем, чем мы это воспринимаем. И когда во всем этом контексте говорится о Боге, о любви, здесь сразу же возникают такие гормоны, как аситоцины, такое доверие возникает. Очень хочется направить внимание на то, что возникает до этого гормонального фона. Нам не нужны сейчас блаженные переживания. Давайте будем переживать непосредственно опыт бытия, восприятие настоящего, которое не потеряно. Оно не затронуто никакими состояниями, никакими эмоциями, никакими чувственными переживаниями. Субъективное я боится, боится потерять это, эти восприятия, потому что именно на этих чувственных, эмоциональных переживаниях он существует как отдельное я. И именно гормональный фон, он отвлекает от этого прямого восприятия переживания себя, как этого бытия, как этого момента. Сознание знает себя уже, слышание уже есть, видение уже есть, никакого усилия во всем этом. И это дар, это даровано. Мы можем говорить сейчас о Творце, но хотелось бы направить внимание на само присутствие. Безусильное. Сознание есть все. Нет ничего за пределами сознания. В сознании возникает игра, возникает «я есть». Это потрясающее пробужденное состояние. «Я есть». Но «я есть», «я» указывает на «я есть», то есть на источник свой. Несаргадата Махарадж говорил «я, я». Большое «я» смотрит на маленькое «я». И большое «я» в этом отношении не воспринимает себя через это «я». Оно знает себя как сознание. Как возникает субъективный опыт отдельного «я» в этом осознавании? Чем ярче, тем глубже, чем больше спектр свободного внимания будет направлен на возникновение этой игры, а не на какие-то подтверждения, забав этой игры, тогда вы будете автоматически видеть самого себя. Но уже не через концепцию какую-либо, а через прямое восприятие. Вы есть. Вам не надо доказательства для того, чтобы ощутить этот факт, воспринять этот факт. Прямо сейчас, какая бы мысль ни возникла, вы эту мысль можете осознавать. И вы не можете быть объектом осознавания и осознающим. Вы то, что осознает, то, что возникает любая мысль. На самом деле, никому из вас, по сути, не нужен мастер. Единственное, что необходимо, это свободное внимание. Качество свободного внимания, оно дает возможность перевести любую игру на экран осознавания. Когда любая игра переводится на экран осознавания, тогда вы понимаете, что ничто не может быть навредить вам. Ничто не направлено против вас. Вам не нужно одевать доспехи. Вам не нужно защищаться какими-то теологическими уловками, духовными трюками. В каждый момент вы уже присутствуете. Невозможно к вам что-либо добавить уже. Но откуда возникает желание что-то надеть на себя в качестве доспехов? Я вот не говорю о каких-то умных вещах. Наоборот, это совершенное безумие. То, чего люди боятся. То, что люди начинают смотреть на это, как на факт, сойти с ума. Может быть, в этом и нет ничего плохого. Может, настоящее безумие и есть праздник жизни, осознающий само себя. Сойти с ума, может, это как раз очень потрясающее и великолепное направление. Вы уже не в уме. Кто-то сошел с ума. А кто-то в уме. Значит, ум и тот, кто в нем находится, не одно и то же. Так кто вы? Почему мы так боимся сойти с ума? Откуда это безумие возникает? Желание зацепиться за какую-то игру? К вам невозможно что-либо добавить. Вы уже есть. И ум может смотреть на это есть. Прямо сейчас у него нет никакого стремления что-то приобрести. Потому что здесь ничего не дается. На таких встречах, наоборот, многое что забирается, отнимается. Такие встречи делают кому-то больно. Но, может быть, в этом более происходит истинное перерождение. Осознайте само осознавание. Вот сегодня буду только на это направлять. Осознайте само осознавание. И это осознавание происходит не через я. Еще раз повторяюсь. Понимаете, как сложно об этом говорить? Об этом практически невозможно говорить, потому что что-либо сказав об этом, этим уже не будет являться. Поэтому и говорят, истина, названная словами, уже не является истиной. Это само безусилие. Чистое прямое восприятие. Слова имеют иллюзию сложности. Слова искажают проявление вот этого свободного внимания на присутствие само. Самоосознающее присутствие. Именно поэтому большинство людей, слушающие такие вещи, смотрят не на то, на что указывается, а на то, что указывает. То есть застревают в словах, застревают в обозначениях. Вербализация этого. А сейчас призывается посмотреть на самоосознавание. Обратить внимание на само внимание. Все, чем мы от остального мира и животного отличаемся, именно в этом. Что мы можем осознавать свое осознавание. Не свое присутствие. Иначе мозг будет доиграть, что здесь кто-то находится в этом присутствии. В этом здесь и сейчас кто-то есть еще. Значит, есть расстояние от этого здесь и сейчас. Но когда вы осознаете самоосознавание, вы становитесь этим. Вы даже не становитесь. Вот эта пелена невежества, того, что я отдельно, уходит из этого восприятия. Сознание знает себя. Уже повторяюсь. Я буду это сегодня повторять до безумия. Потому что некуда больше направлять, некуда больше показывать. Болит только в одном месте. В неведении самого присутствия. В неведении того, что сознание уже знает себя. Вот этот феномен. Большинство улыбается. Откуда эта улыбка? Это действительно весело становится. Когда мы ищем то, что не можем потерять. Когда мы хотим прийти туда, откуда не уходили. Когда фактор свободного внимания становится более очевидным, это оно само себя обнаруживает. Результатом поиска становится не удовлетворение потребности этого ищущего, а его собственное исчезновение. Но пока существует поиск, ищущий будет сам себя объективизировать самим фактом динамики этого движения. Вы есть путь, истина и жизнь. Это активная форма глагола настоящего времени. Мы действуем, мы процесс сознания, знающий себя. Нет ничего застывшего во всем этом. Откуда возникает сложность, запутанность, откуда возникает забвение из обусловленного я? В чем сложность? Основная сложность большинства практически в том, что на биологическом уровне у этого тела, который мы можем буквально назвать храмом души, существует отдельное я. Я. Это биологическое я. Оно необходимо. Через это я, биологическое я, работает вегетативная система, эндокринная система, центральная нервная система. Если не будет этого я, тело будет дезориентировано абсолютно. Поэтому я существует. Но, к сожалению, механизмы социального толкования сразу же наслаиваются на это биологическое я. И здесь игра. Игра не столько в поиск, сколько в боль. И вот это усилие, разозречисленность от этого биологического я в основном-то и возникает в этот поиск, который сам себя не может найти, исчерпать. Все время какая-то замк, все время какое-то ощущение безысходности. Вот эта безысходность, повторяюсь, возникает именно из-за того, что существует биологический акцент на я. Я не говорю уже о тех травматических опытах детского сознания. Я не говорю уже о том, что тело, придя в эту реальность, оно вышло из боли. До этого оно было уже в самадхе, тело и сознание ребенка, оно ничего не делало. Потом пришел момент, когда отошли воды, когда вдруг внешняя ситуация поменялась, изменилась. Когда ты через боль начал дышать, когда тебе еще и бьют по попе, когда и свет тебя слепит, когда очень много сенсорных тактильных восприятий, отрицательных в соответствии с тем опытом самадхи, который ребенок проживал, вдруг нахлынувают в эту реальность. И мозг сразу понимает, мир этот опасен. И поэтому я на биологическом уровне очень сильно начинает объективизировать себя. Помимо того, что у него есть очень много генетических программ, заложенных уже в геноме, происходит самый первый опыт. Опыт боли, опыт рождения. И этот опыт, он нужен и важен. Потому что этот опыт, именно он и создает возможность вегетативной системы контролировать все внутренние процессы, все эндогенные процессы. Обращаю внимание, друзья. Вот многие чувствуют, что-то еще, какой-то маленький толчок должен осуществиться. Очень многие индивидуально мне говорят, Саламат, я на зелено-желтом рубеже, почему не могу перейти? Вот этот вопрос как раз возникает из-за тождествленности с этим биологическим. Я уже знаний полно, опытов блаженных полно. Но вот какого-то шага и не осуществляется. Потому что бессознательно ум, мозг хочет контролировать эту ситуацию, внешнюю ситуацию. Потому что бессознательно он еще видит себя отдельно от реальности. То есть, почему у меня это не получается, последний шаг, уже говорит о субъективном поглощенности отдельного я, который в контексте с биологическим я, скажем так, очень серьезно прибивает себя к кресту дуальности. Поэтому выхода нет. Часто об этом говорю. На последнем рубеже очень важно вот это безусловное доверие к происходящему. Не моя воля, но твоя. Вот это направление указывает на то, что ты не из этого мира. Ты есть осознающее, самоосознающее бытие, знающее себя, как это бытие, как этот момент. Но во всем этом возникает аспект отдельного я. И когда из Духа произносится на все воля твоя, тогда происходит по-настоящему квантовый скачок сознания. Качество свободного внимания возникает непосредственно, самый важный фактор, из этой боли, из этого ощущения, что это я страдаю. Почему у суфиев есть такой термин «мистическая ночь души», у гностиков, древних христиан, «мистическое распятие»? Почему именно в этот момент необходима поддержка живого мастера? Именно потому, что именно в этот момент очень важно через боль направить внимание на того, кто осознает эту боль. Потому что боль возникает в осознавании, в том, что уже происходит, в том, что уже знает себя. Если у вас будут какие-то вопросы, вы поднимайте руку, пожалуйста. И здесь микрофон. Если рук нет, то я могу продолжать часами. Прямо сейчас у большинства возникли мысли. И во всем этом есть то, что осознает эту мысль. Здесь очень важно перевести внимание на того, кто осознает. кто-то может обнаружить, что тишина или вот эта пустота некомфортна для этого отдельного «я». Он хочет ее чем-то заполнить. Откуда возникает эта потребность заполнить эту пустоту, эту тишину? У вас есть возможность обратить на это внимание. Почему это отдельное «я» отрицает вот это само присутствие? Почему он называет ее пустотой? Почему он сразу же на эту пустоту накладывает какие-то отрицательные психологические феномены, переживания? Он ее не выносит, он ее не терпит. Здесь хотелось бы обратить внимание на то, что не надо персонифицировать ум. Почему? Потому что, во-первых, ум – это биомашина. По сути, если своим языком говорить, это инструментальная функция. Это не само бытие. Ум – это способ творить в этой реальности. Во-вторых, ум, когда вы называете его какими-то качественными характеристиками, сущностными характеристиками, допустим, что он хитер, он злой, то тот же самый ум вынужден теперь взаимодействовать не просто с своей рефлексией, но с теми качественными характеристиками, которые он сам себе наделил. И опять ловушечка, и опять захлопнулась игра в самом себе. Ум хитер. Вот знаете, за то, что вы наделили ум этими сущностными характеристиками, теперь из этого ему придется противопоставлять этой хитрости какую-то свою мудрость. Понимаете, как много усилий во всем этом накапливается? Метаболические процессы в мозге начинаются именно из этой субъективной поглощенности собой, как ум сам себе структурирует, как ум сам себя наделяет какими-то характеристиками, против которых ему бессознательно надо противопоставлять. Ум – это дуальная структура. То есть он в полярности, он сам является полярностью. Мы мыслим ассоциативными лобными долями и теменными долями. То есть любые наши когнитивные мыслительные процессы происходят в ассоциативной связи с чем-то еще под мимо того, что мы сейчас думаем. То есть уже идет противопоставление. Мы думаем о доброте, мы не понимаем, что воспроизводим уже зло. Мы говорим о своем страдании. Естественно, ум пытается найти более изощренный вариант самого себя, который не страдает. И опять тяжесть, и опять игра, опять какая-то вовлеченность во что-то еще, в какую-то новую историю о себе. Понимаете, одна маска меняется, и нет конца и края выхода из этого. Мозг не может найти. Он исчерпывает себя. И пока он ищет, он не может найти. Осознайте это. И именно способность ищущего обратить внимание на самого себя и дает возможность обратить внимание на само сознание, на тот источник, откуда этот ищущий возникает. Кто осознает этого ищущего? Кто осознает любую игру? Прямо сейчас. Внимание на само внимание. И вы замечаете, как тяжесть исчезает. Осознайте само осознавание. И возникает какая-то легкость, какая-то простота. То, что вы ощущаете, как легкость, на самом деле, метаболические процессы на уровне физиологии приходят в свою норму. Нет никакого «я». Мозг развязывает узелочки бессознательного сохранения этого «я». И он готов быть в этом присутствии. Только порой единственное, что не хватает, направить внимание, направить внимание на то, что и тот, кто находится в этом присутствии, возникает какая-то форма, какой-то формат. То есть идет какой-то наплыв, идет какая-то рефлексия. Вот сейчас у большинства из вас есть ощущение, что это я слышу. Откуда оно возникло? Вот так игра начинается, забвение начинается. Кто это «я» слышит? И вы способны это рассмотреть. Как ум объявляет этот опыт своим, что это я слышу, что это я вижу. А может быть, вы есть этот процесс, тот процесс, о котором я вначале сказал. Динамический процесс. Мы живем в динамическом ориентированном мире. Где все подвержено изменениям. Изменение – это норма бытия. Неопределенность – это функция самой жизни, самого бытия, самого переживания, настоящего момента. И как возникает во всем этом «я», сразу же возникает статическое положение обусловленного «я». И мозг вынужден теперь перебирать какие-то фрагменты. Он выходит из целого восприятия. Он застревает в этом отдельном «я», который делает вид, что он сейчас слышит. Осознайте того, кто слышит. Может быть, вы есть слышание в этот процесс. И тогда динамика поиска исчезает. Есть осознавание присутствия. И в этот момент очень важно, друзья, вы можете обнаружить эту занозу. Та заноза, которая у каждого практически она одна просто, имеет различные масочки. Вот во всем этом присутствии возникает отдельное «я». И оно говорит, оно не прячется, нет ничего скрытого в этой реальности, просто не хватает фактора свободного внимания. И это «я» способность себя разглядеть отдельное «я». Но оно не способно исчезнуть. Оно не способно повисеть на этом кресте, чтобы рассмотреть, что оно нереально. Оно забавляется, но опять пытается себя тащить куда-то. И у него есть очень потрясающий механизм, чтобы себя объективизировать наше сенсорное восприятие. Слышание, видение, тактильное восприятие. Всё опять проносится через какой-то аспект отдельного «я». И опять сон. Эта ловушка, вот она всё время возникает. Но эта ловушка существует сама же для себя. Вот в чём феномен. Феномен в том, что в вас, истинных, ничто не затрагивает. Вы уже есть. Вы не можете не быть. Это праздник. Это настоящий праздник бытия. Здесь нет никакого влияния гормонального фонда. Повторяюсь, это очень важно запомнить. Потому что мозг ведётся. Ведётся на какие-то восприятия. Ведётся на какие-то состояния. И он не замечает, что именно из-за того, что он, скажем так, несётся на эти состояния, он начинает воспроизводить свой прошлый опыт. Потому что это одно и то же. Восприятие, что это я сейчас переживаю блаженные ощущения, в этот контекст выносятся все идеи о своём несовершенстве. Конкретное направление на то, что сейчас говорю. очень часто мы путаем истинную красоту с интерпретацией о красоте. Очень часто нам хорошо в другом незнакомом месте, в том контексте, в каком мне было плохо, там, откуда я пришёл. И то есть эта красота уже интерпретируется. Мы уже не воспринимаем эту красоту, а воспроизводим её. Я сейчас переношу этот опыт, направление на этот опыт, именно на переживание каких-либо блаженных состояний. Когда вы переживаете какие-то блаженные состояния, знайте, в этом блаженном состоянии есть очень много токсинов и свои собственные недовольтворённости, взятые из прошлого. Здесь всё смешивается. Во всём этой игре благоразумно одно лишь тело. Вегетативная структура, эндокринная структура, центральная нервная система. Всё стремится в баланс. Если мы на каком-то уровне психотерапевтического восприятия этой реальности, то обязательно придёт в вегетативной системе такая структура, которая называется парасимпатическая структура. Оно вынуждено подавлять ваши положительные эмоции. Почему? Потому что если вы будете всё время переживать эти состояния, вы психически, эмоционально, физиологически выгорите. А вегетативная система стремится в баланс, в эту точку настоящего опора. Вот здесь и сейчас тело об этом всё время кричит. Но страждущий по состояниям не замечает, что только перестаёт ресурсировать это тело. И вот поэтому мало одного кайфа, надо побольше. Вот как-то у колодца ещё чем-то. Какой-то техник, какой-то новой изощренной идеи о себе. И вот это состояние зеро, вот это состояние самого присутствия исчезает из восприятия. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok